Здравствуйте дорогие подписчики и гости этого канала. Давно не записывал ничего такого обучающего, и так как поступило много просьб записать что-то такое по рисованию и как раз по обучению. А я подумал, почему бы нет, так как как раз работаю над одним игровым проектом в стиле фэнтези. Поэтому почему бы не создать серию обучающих видеороликов по созданию арта как раз в этой теме. Я говорю сразу, записываю немного неподходящих условиях для записи. Даже подставка для микрофона в этом случае сегодня банк из-под протеина, скрытая реклама. На самом деле мне за это не заплатили, но пока что так. В общем буду дома, будет другой фон, надеюсь будет уже подставка с микрофоном. Но пока что так. Итак, давайте начнем. Блин, я за это банка не вижу клавиатуру. Ладно. Ctrl N. Я не попал? Во. Вот. Отлично. Ctrl N. И вводим нужные нам параметры. У меня это в принципе для концептов, для подобных концептов. Это 1280 пикселей на 1080. Вру. 1920. А вот. А разрешение 300 пикселей на дюйм больше в принципе не надо. А цвета RGB 8 бит вполне достаточно. Содержимое фона на ваше усмотрение я обычно ставлю белый. И цветовой профиль CRGB. Это самое важное. Учитывая конечно размер. Так. Окей. Понеслась. Отключаю сетку. Она у меня по стандарту включена. Но когда-то пытался заниматься пиксель артом и сетка была. Вот. Ну а потом тайлы, опять сетка. В общем, чтобы отключить сетку, у каждого свои горячие клавиши. Поэтому просто покажу здесь просмотр вспомогательные элементы. Вот. У меня это Ctrl H. Окей. А теперь фон я сделаю. Ага. Ctrl U. У нас яркость поменьше. Чтобы по глазам не било. Но сейчас как бы день особо так незаметно. Но когда записываешь или делаешь что-то вечером, белый фон ужасно бьет по глазам. А так как я любитель сидеть в темноте. Или под свет от телевизора. Или чего-нибудь еще. То есть обычно свет я не включаю практически вообще. То нагрузка на глаза от такого белого пятна большого. Довольно таки немаленькая. А так новый слой. Ну я обычно добавляю с помощью Ctrl Shift N. Ну кому как удобно. Кому-то удобнее сюда щелкать. А дальше. А как все это пространство организовать. Ну как вы видели у меня здесь всего одна панелька слои. Ну и вот эта вот панелька. Кстати не нужна она. Вот все. Осталась она Forever Alone. У меня здесь специальная рабочая среда. Как бы я под себя ее создавал. Вот просто все панельки поубирал. Нажав этот крестик. И то я ее тоже включаю и выключаю. Когда она мне нужна. С помощью F7. А также часто нужна панелька с цветом. Это F6. Вот. В принципе вот эти вот две панельки. А теперь дальше. Не мешай. Так вот этот вот серый фон. Он конечно немножко раздражает. И мешает. А чем мешает? То что мы не можем двигать холст. Только если мы его сильно приблизим. И тогда сможем. Но не всегда нужно его так приближать. Вот. Мне лично это как минимум неудобно. Зачастую это реально мешает. Поэтому я нажимаю F. И все становится сзади черным. И я могу спокойно это двигать. Но все потому что оно черное. Так. Черный юморок. Окей. Можно еще раз нажать F и спрятать вообще все. Но при этом если мы нажмем TAB. Оно все опять появится. Окей. Так. Новый слой создали. А что теперь нам нужно знать? А первое. Это скажем так пропорции мяча. То есть вот эта линия. Это предположим длина полностью. То есть полная длина нашего мяча. И давайте вот так разметим. Что здесь у нас наконечник. Примерно вот такой. Здесь обычно сосредоточен какой-либо вес для баланса. Но вообще точка баланса. Центр тяжести. Она находится чуть дальше горды. Это у нас вот такая вот примерно крестовина. Которая зачастую имеет совершенно разные виды. Зависит конечно еще от жанра. Вот. И здесь смотрите. Так. Сейчас скетчик небольшой. Вот так вот. Как бы для такой рукоятки длина такого лезвия. Она может быть ну немного непрактичной. Так как по длине он все-таки больше выходит на двуручный мяч. А здесь место по идее всего на одну руку. Вот так. Если конечно владелец не карлик. Или там хоббит. Или здесь поместится две руки. Но я думаю это уже отдельная история. Вот так вот. То есть одной рукой держать такую махину довольно таки тяжело. Ладненько. Думаю с этим разобрались. Как исправить? Исправить очень просто. Просто перенести вот эту крестовину чуть дальше. Так. Ну вот так вот. Теперь если взять рукой его здесь. То его хотя бы можно будет удержать. Но опять же. По длине все равно больше похож на двуручный мяч. Вот даже где-то вот здесь. Теперь у него сама рукоятка. Как раз для двух рук. И теперь это в принципе двурук. То бежит двуручный мяч. Как нам превратить его в одноручный? Так. Лосос с помощью L. Вот так. Уменьшаем рукоятку. И уменьшаем лезвие. Укорачиваем даже точнее. Вот. То есть этот меч не должен быть слишком длинным. Так как учитывайте, что его в принципе держать одной рукой придется. Я конечно не... Я конечно... А я конечно не говорю о таких жанрах. А как прям лютое такое фэнтези какое-то аниме. Где там маленькая тянка героиня держит какую-нибудь вот такую вот косу. Вот. И при этом кидает ее еще там, не знаю, прыгает с ней. Вот. Ну не наш жанр в данном случае. Но иногда выглядит довольно забавно и интересно. А у нас же все-таки больше реализма. Хотя кому нужен этот реализм? Так. Теперь дальше. Наконечник мяча. Его следует делать по функции. То есть смотрите. Если мяч предполагает, что им можно будет прокалывать всякие тушки. Вот так вот. То наконечник должен быть острый. То есть он должен быть примерно вот такой вот треугольный. Вот. Тогда все будет правильно. К чему я это говорю? Что реально есть мячи, у которых наконечник. Он просто ну вот такой вот, например. Вот. Обычно это больше такой, скажем так, абордажный что ли вариант. Для совсем уж коротких мячей. Вот. А его функция сугубо колющая. То есть. Ой, извиняюсь. Сугубо разрубающая, режущая. То есть им можно рубить как топором, только мячом. Вот. Ну. В средневековье своя логика. Но так как у нас мяч, не знаю, многофункциональный что ли. То он у нас может и рубить, и колоть. Ну, собственно, и резать. Так, ладно. Дальше. Сама форма мяча. Если посмотреть на него, например, спереди. Она у нас имеет ромбовидную такую форму. Так вот. Одна половинка. И вот вторая половинка. То есть это как раз вот это вот лезвие. Ну, вообще полностью. Не только наконечник. Вот. И зачастую еще вот здесь посередине делают такой вот дол, ямку. Кто-то еще ее называет кровосток. Хотя я не знаю, почему здесь именно сток, когда это наоборот ямка. И все стекает туда. Ну, опять же, в такие подробности я пока еще не вдавался. Вот. То есть получается вот такой вот значок Бэтмена. Ну, что-то такое тут, в общем, есть. А поэтому здесь тоже, то есть вот эта вот канавка, вот эта канавка, она у нас будет примерно вот так вот. На половину мяча. Но, опять же, она идет не до самого конца, а где-то вот здесь вот уже она кончается. Вот. Он может быть и уже, может быть шире. Хотя, в принципе, шире уже немного нелогично. Но может. Да. Дальше идет, опять же, вот такая вот, как бы это показать с другой стороны. Но, опять же, так, сейчас подумаю, как вам показать. То есть она идет у нас, допустим, вот вид сбоку, если. Вот здесь кончается вот этот вот дол, лезвие. И вот так вот где-то. Я, конечно, показываю очень широко. На самом деле, этот, вообще-то, любой мяч не такой широкий, при виде сбоку. Ну, просто так будет понятнее. Вот. Наверное, так. То есть это уже низ. Здесь уже идет вот эта крестовина в виде сбоку и этот, как его, рукоятка. Вот. Только, правда, намного это все уже. Что-то я прям... Ну, вот так. Это где-то даже побольше. Ну, хотя бы так. Вот. Вот что-то тут пиксели вообще. Просто маленькие размеры. Так, ладно. Это все ерунда, мелочи. С этим, думаю, тоже разобрались. А теперь рукоятка. Вообще, из какого материала она делается? Обычно, ну, как бы в идеале... Давайте вот так покажу. То есть, вот сам меч, само лезвие. Если кто-то интересовался, как вообще делают ножи, даже вот сейчас, то знаешь, что меч, да и вообще любое лезвие, имеет, скажем так, рукоятку уже само по себе. Только на эту рукоятку как бы накладывается уже остальной материал. Вот. Причем, кстати, хвостовик. То есть, это вот эта вот часть. Хотя я могу сейчас ошибаться. Так что не ругайтесь пока. Вот так. Вот. Уже поверх всего этого может накладываться либо кусок дерева, как на пистолетную рукоять, например, куски дерева, там пластмасса сейчас свешивают. Вот. Вот это вот все как бы скрепляется. И поверх обычно какая-нибудь обмотка идет. Вот. Но опять же, все это не так широко. Где ты? Вот ты где. Вот. Все это по ширине, как обычная рукоятка получается. Вот. И, в принципе, в конечном итоге как бы мы видим уже такой вот обмотанный меч. Как правило. Вот. Ну, сейчас, конечно, это все пока криво, непрезентабельно. Вот так. Ну, а можно, в принципе, даже и без обмотки. Обмотка, кстати, как правило, делается из кожи. Вот. Может быть, просто одно дерево. Тоже какое-нибудь обработанное, там, лакированное. Правда, не знаю, было ли тогда лак. Но что-то, я думаю, было. Потому что чем-то дерево все равно покрывали. Вот так. В принципе, больше тут на рукоятке ничего такого не сделаешь. Как бы, само... Сама форма рукоятки за счет дерева может, как бы, быть разной. То есть, она может быть такая вот, там, ребристая. И все такое. Кстати, зачастую можно реально увидеть вот такие вот мечи. У которых вот такие вот, как бы, секции. Вот. Ну, и, соответственно, уже между клинком и вот этой вот рукояткой уже идет гарда. Или гарда. Так. Вот. То есть, тоже как-то свои формы можно разные придумать. Но это уже чисто средневековье. Так просто вспоминаю. А, кстати, здесь долл, в отличие от вот этого места, он может быть прямо до меча, до самого Эфеса. Вот. Шикосики. Вот. А может также начинаться где-нибудь вот отсюда середины. А здесь просто, как бы, зона, где написать можно имя, там, руны какие-то нанести, или просто узоры и так далее. Вот. У двуручного меча обычно вот эта зона, она является еще и продолжением, скажем так, рукоятки. То есть, можно держать одну руку здесь. И клинок обычно тоже где-то вот начинается. Господи, как я это сейчас все криво показываю. Но я надеюсь, просто все понятно. Вот. Здесь тоже обычно какая-нибудь обмотка из кожи или там ткани. Вот. И здесь тоже, как бы, держат второй рукой. Вот там, в принципе, двуручный меч из одноручного. Так, ладно, давайте все это уберем и начнем уже рисовать что-то такое серьезное. Я думаю, как бы, основы объяснил, чтобы все было понятно в дальнейшем. Так, я что-то уже забыл, о чем хотел рассказать. А, жара в комнате. В комнате плюс 35. А кондюра нет. Так что, прошу понять. Но я, тем не менее, постараюсь, как бы, все рассказать, все показать. И начнем мы, давайте, пожалуй, с лезвия. Так как это самое интересное и, пожалуй, самое простое. Создаю новый слой. Что касается кистей. Я сейчас использую кисти от CGCookie. Нашел их в каком-то видеокурсе у них. И немножко добавил своих еще разных. В принципе, здесь все, что нужно. То есть, первая кисть. Прозрачность. Чувствительность прозрачности. Вот. Ну, и, в принципе, все. Вот. Нажатию нету. Следующая такая же кисть. Обожаю чувствительность и к нажиму. И к... Жара. То есть, как бы, тут и прозрачность, и динамика формы включены. Следующие такие же, только мягкие. Разные для волос, шерсти и всякая такая вот пыль, как бы, мусор. Текстурка, которой, в принципе, пользуются редко. Это кожа, в которой можно рисовать тоже интересные текстурки. И, в принципе, самая основная кисть, которой я делаю покраску, это вот такая вот кисточка. Многие у меня просто спрашивали, какой кистью я рисую. Но, в основном, это вот это вот от CGCookie. В принципе, отпечаток вот такой у нее. И просто передача. То есть, здесь больше ничего такого особенного нету. А в этой кисти никаких специфических настроек. Вот. Но, соглашусь, кисть очень удобная и выглядит, в принципе, нормально, когда ее красишь. Вот. Ей можно и переходы нормальные делать. Вот. В общем, как бы, все удобно. И обычная вот кисточка. Такой я обычно скетч рисую. В данном случае даже вот этот вот. Ну и все, в принципе. Вот эти вот две кисти. Для освещения и просто мягких переходов я использую мягкую. Но, прошу заметить, что здесь есть, видите, такие маленькие, как бы, текстурки. А то есть, здесь вот эти вот точечки. Вот. И они, за счет них, точнее, получаются такие вот текстурки. То есть, не просто какой-то размытый цвет получается. А как-то вот все-таки есть такая зернистость. Это очень здорово. Так. А теперь, какие цвета вообще нужно использовать? Ну, здесь, конечно, только от вашей фантазии все зависит. Но многие почему-то делают меч синим. Вот. Или там темно-синим. Или светло-синим. А в принципе, почему такой, как бы, стереотип есть у многих? А потому, что меч, как правило, отполирован. И так как он отполирован, то он как зеркало. То есть, отражает все вокруг. Ну, как бы, свойства металла, скажем так. А и так как часть его направлена... Ладно. Лучше так покажу. То есть, вот, допустим, меч. Нет, не так. Земелька, солнышко, облачка. Стоит чудик. И вот держит меч. И, соответственно, вот эта сторона меча, у него отражает синее небо. Вот. Как бы, все настолько просто. А на самом деле, у каждого металла есть свой оттенок, свой цвет. Как бы, ну, это лучше уже поискать отдельно. Ну, я, в принципе, в гугле находил. Очень просто находится. Вот. Но если надо, я, в принципе, сделаю отдельное видео. Как бы, мне не сложно. Я только за. Как бы, чтобы вам было интересно. Так. Вообще, все металлы, они более такие вот серые. То есть, область металла, цвета металла, несмотря на то, какой бы оттенок вы выбрали здесь, он будет примерно вот здесь вот. Вот эта вот область. То есть, это не насыщенный цвет. И это не слишком темный и не слишком светлый. То есть, где-то вот этот вот круг получается. А оттенок уже может быть как бы... Можно даже еще не потусклее сделать. Вот. То есть, как бы, вроде и серый цвет. А как видите, оттенки разные. 50 оттенков серого. Вот. Хотя их здесь уже не 50, но... Как бы, различия небольшие, но они есть. И это стоит учитывать при рисовании какого-либо вида металла. А в принципе, можно использовать любого из этих при рисовании... А при раскрашивании, точнее, меча. Вот. Но давайте сначала хоть немножко детализируем, что ли. Так. Тоже. Вот. Видео с ускоренными процессами. Потом писали в ВКонтакте. Как вот так вот вращать холст. Очень просто. Клавиша R. Появляется вот такой вот курсор. И просто зажимаем, ну, пером планшета, либо мышкой. Не знаю, чем вы там рисуете. Вот. И, в принципе, вращаете как надо. Чтобы сделать привязку, удерживаете shift. И он будет вам по углам вот так вот вращать. Вроде мелочь, а очень удобно. Так. Симметрии, к сожалению, в фотошопе нет. И, видимо, появится она не скоро. Если вообще появится. Но у нее есть специальные плагины, которые эту симметрию добавляют. Ну, не знаю. Мне они показались немного неудобными и непрактичными. Но, как бы, они существуют. Так что, если вам интересно, можете поискать. Так. Я постараюсь сделать довольно-таки простой, примитивный меч. Но и при этом, чтобы он был хоть немного интересным. Скажем так, классика. Ладно. Старый пусть останется как подложка. Он у меня на нижнем слое. Вот так. А рукоятка пусть будет просто деревянная такая. Вот так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...